Лекарственная терапия рака предстательной железы С верифицированными процессами идут к нам в поликлинику У нас 5 онкоурологов, которые работают в 2 смены с 8 до 8 вечера Запись на приемы от 1 до 3 дней Цель это дообследование определения тактики Базисная диагностика осуществляется практически во всех базах, где производится биопсия предстательной железы Это тест крови на ПСА, брактальные осмотры, УЗИ и биопсия предстательной железы Под контролем УЗИ Если мы говорим про диагностические мероприятия у нас на нашем диспансере У нас под контролем УЗИ наведения было выполнено около 1144 биопсии Это именно в условиях онкодиспансера, в условиях моего отделения Это данные за 2022 год Из них фьюжн биопсии только 10 Хочу сразу сказать, что это одна из направлений в перспективу развития диагностической службы У нас в отделении чисто техническая история Методы диагностики, которые используются у нас в диспансере Это маркеры, безусловно, это клинические анализы крови, это морфологическая верификация У нас достаточно хорошо наши морфологи сотрудничают с центральными базами В данном случае один из морфологов ведущих, это Нина Александровна Горбань, по-моему Которая консультирует наших морфологов Методы лучевой диагностики, которые имеют одно из центральных мест в диагностической истории Это скинирование костей скелета Мы можем проводить компьютерные томографы, МРТ малого таза, УЗИ брюшной полости, УЗИ малого таза А также П-центр, который нам помогает и проводит диагностические исследования Это 18 фтор ПСМА, 18 гали ПСМА и 18 фтор с холином Что мы можем предложить пациентам в условиях нашего диспансера по локальным методам лечения Это в отделении радиологии, это дистанционно-лучевая терапия Где при низкодифференцированных опухолях предстательной железы проводим до 82 грей При возможности от 78 до 82 Это брахитерапия низкодозная, которая производится на территории П-центра ФМБА П-центра и в отделении онкорологии Это простатоктомии, лапароскопические, либо открытые Безусловная история – это лечение метастатических форм И в нашем случае движение больного метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы Оно в принципе занимает 4 основных момента Это, во-первых, онкоролог, где проводится радиологическая оценка ЭХКГ, кардиолог ФГС, определение статуса ОКОК И заполнение критериев метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы Это была наша разработка совместно с компанией Иваном Коноваловым Он нам сильно помог Далее пациенты направляются на врачебную комиссию Там мы рассматриваем совместно с радиологом, химиотерапевтом назначение лекарственной терапии Возможности лучевой терапии при малом объеме И направление на определение мутаций генов HRR в зависимости от той ситуации, в которой мы назначаем пациенту Далее пациенты в условиях онкодиспансера могут получить антиандрогены второго поколения В данном случае пока полутамид остается на базе нашего диспансера Но в будущем мы пытаемся его перевести на систему получения по системе ДЛО И химиотерапия доцитоксил тоже делается в условиях нашего диспансера Также пациенты могут направляться в территориальные ЦАОПы В территориальных ЦАОПах они могут получать химиотерапию доцитоксилом Либо антиандрогеном второго поколения назалутамид Но в настоящее время назалутамид вынесен в систему ДЛО И пациенты в территориальных поликлиниках могут тоже получить Основной посыл о том, что у нас на территории сейчас для метастатического гормоночувствительного рака Именно в диспансере у нас остался полутамид С последующим переводом на ДЛО, а по ДЛО они могут получать энзалутамид Критерии определения прогноза пациента Правильная стратификация представлена, вот эти клинические критерии гормоночувствительного рака Мы видим, что здесь основные критерии это, во-первых, статус ЭКОК Болевой синдром, малый либо большой объем с расшифровкой Также инициальные значения ПСА Сумма Глиссона Метастатические сайты Синхронный либо это прогрессирующий пациент с прогрессирующим процессом Также СКФ и выброс левого желудочка Следующим пациентам планируется проведение химиотерапевтического лечения То есть вот эти критерии, вклеившие в амбулаторную карту Докторам-онкурологам на приеме амбулаторном И далее пациент направляется на врачебную комиссию Основные парадигмы для метастатического гормоночувствительного рака Которые мы используем в нашем лечении Это, во-первых, терапия аналоговая в постоянном режиме Остемодифицирующие агенты назначаются только при наличии остеописцентепении Если мы видим, что пациенту более 70 лет болевого синдрома Умножественное поражение костей Мы отправляем либо через напрямую в краевую клиническую больницу Для измерения в остеосцентиметрии Либо у нас есть еще возможность Это у нас радиологическое отделение У них есть специальная программа Где они по первичному КТ-скану могут нам сказать Наличие у пациента остеописцентепении Тогда пациенту мы можем назначить в самом старте терапии Остемодифицирующий агент и видеопролия Радиологическое обследование этих пациентов Планируется один раз в 6 месяцев Либо при наличии роста ПСА на фоне терапии ПСА отслеживается один раз в 3 месяца Пациентов самостоятельно В условиях общей лечебной сети Неметастатический кострат резистентный рак предстательной железы Это тоже одна из фаз заболевания При раке предстательной железы Которое, безусловно, требует усиления лекарственной терапии И в данном случае, опять же, схема этого пациента На онкорологическом приеме проводится Обязательно радиологическая оценка подтверждается Что это не метастатический кострат резистентный Определяется время удвоения ПСА И в данном случае ПСА контролируется в условиях диспансера То есть пациенту дается направление Он приходит и заполняются, опять же, вот эти вот Стратификационные критерии, которые чуть дальше покажу Пациент направляется на врачебную комиссию И если у нас, соответственно, время удвоения ПСА Более, менее 10 месяцев Пациенту назначается терапия антиандрогенной 2-го поколения Мы понимаем, что пациент зайдет в костратрезистентную фазу болезни И мы пациенту сразу направляем по канцергеному И в блоке для определения мутации генов АШРР Чтобы в гормоно-костратрезистентном метастатическом Уже понимать возможность назначения ингибиторов ПАРП-ингибиторов этому пациенту В онкологическом диспансере у нас здесь Пациенты с этой фазой заболевания Могут получить аполутамид, либо дарлутамид Дарлутамид мы начали назначать с начала 2023 года Либо в ЦОПах и в региональных поликлиниках Они могут также получить энзолутамид Аполутамид остается только в ЦОПе По нашему решению врачебной комиссии Для неметастатического костратрезистентного рака Тоже есть такая у нас шкала Где у нас акцент обязательно определен Это уровень ПСА Мы отслеживаем в данном случае пациентам С раком предстательной железы В настоящее время на территории Красноярского края Производится терапия трипторилином Мы держим ниже, все-таки стараемся ниже 50 нг на децилитр Также измеряется уровень ПСА Подсчитывается время удвоения ПСА Вы видите здесь эту шкалу Опять же сумма глиссона Наличие метастатического процесса Подтвержденное биохимическое прогрессирование Вот этими тремя последовательностями Также ставится и определяется Опять же скорость клубочковой фильтрации Выброс левого желудка Это для возрастных пациентов Для того, чтобы нам дальше планировать Следующие линии терапии Для неметастатического костратрезистентного рака Мы поддерживаемся также принципом о том, что терапия аналогами в постоянном режиме Радиологическое обследование также один раз в 6 месяцев Ну и ПСАТ и Стестрон контролируются один раз в 3 месяца по месту жительства Либо в условиях диспансера Что касается метастатического костратрезистентного рака предстательной железы Определяется опять же радиологическая оценка критерий Опять же, чуть дальше покажу И направляется сразу доктор Может на приеме через канцергеном Направить на определение мутаций генов HRR Для того, чтобы мы понимали, что мы пациенту можем предложить На врачебной комиссии назначается лекарственная терапия В редких случаях, когда это уже вторая, третья и последующая линия Мы можем все-таки запросить тестирование ПДЛ Но оно, в принципе, как показал наш опыт, не информативно для этих пациентов Но, тем не менее, одна из лекарственных опций, которая нам позволяет что-то дальше делать Мы это делаем В онкологическом диспансере мы можем назначать антиэндрогены второго поколения Тензолутамид, абиратерон, ацетат Но также назначаем, да, и он может получить по системе ДЛО В диспансере у нас остаются пары пангибитора лапари При наличии мутаций генов у пациентов Химиотерапия доцитокселом, либо кабазитоксела Системная радиотерапия радиом-223 И в ЦОПах эти пациенты могут получить опять же химиотерапию доцитокселом Энзолутамид, либо абиратерон Но сейчас еще расширились показания Мы еще кабазитоксел также можем проводить в ЦОПе В критериях метастатического кастрат резистентного В принципе, та же самая история Но здесь у нас добавляется наличие мутаций в HRR То есть, когда врач подразумевает развитие кастрат резистентности У него есть те критичные критерии, которые он должен сделать Для того, чтобы пациенту запланировать врачебную комиссию Дальнейшее наблюдение, безусловно, терапии аналогами в постоянном режиме Радиологическое обследование один раз в три месяца Это нужно тоже обязательно уточнить Тестостерон ПСА контролируется один раз в три месяца И остеомодифицирующие агенты в данном случае уже идут в постоянном режиме Это либо деносома, либо зелендроновая кислота один раз в месяц Что мы можем вообще иметь в своем рационе для этих пациентов? Это, во-первых, аналоги ЛГРГ, трепторелин, дегореликс Антиандрогены второго поколения Энзолутамид, аберротеронополутамид, тролутамид Парапингибиторы, аллопариб Химиотерапия, представленная двумя агентами ДОЦитоксел, Кабазитоксел Системная радиотерапия, радио-223 И иммунотерапия при наличии ПДЛ Это один из оффлэйблов назначений Но, тем не менее, мы можем использовать пембродизумаб Мутации генов Ашерер Значит, мы в свое время На сегодняшний момент выполнили 208 тестов 143 теста, это канцер-геном Через рутинную практику у нас занимается Дарья Дмитриевна Отправили мы этих пациентов 65 пациентов были протестированы нами на территории По исследованию АДАМ На сегодняшний момент 6 пациентов получают терапию лопарибом И 29 позитивных результатов из вот этих 208 тестов По нашей территории мы зафиксировали, что АТМ Мутацию в генах АТМ имеет 6 пациентов Берсей-1-5, Берсей-2-6, СДК-12-4, ЧЕК-6 И две редких мутации, это ПАЛП и БРП по одному пациенту Доля протестированных пациентов видно на данной диаграмме Антиандрогены второго поколения за 2022 год Это то количество пациентов, которые получают на нашей территории Это только 2022 год Активно абиратерон и аполутамид ушли у нас в льготу По системе ДЛО и получают на территории Красноярского края С 2021 года, это только вот один год И на сегодняшний момент энзолутамид у пациентов с неметастатическим Метастатическим гормоночувствителем получает 232 пациента Абиратерон в метастатической костротрезистентной фазе болезни 135 Аполутамид это метастатический и неметастатический 30 пациентов Идорутамид при неметастатической фазе болезни 10 пациентов Но мы начали только с мая 2023 года и только в условиях диспансера Поэтому я пометила это следующим образом Системной терапией радиом-223 за 2022 год мы пролечили 17 пациентов Это практически около 70 курсов ведения данного препарата В принципе задержки не было, но это пациенты, которые зашли в костротрезистентную фазу болезни И получили уже одну патогенетическую линию Их с последующей либо во второй, либо в третьей линии терапию радиом-223 В плане перспективы развития, вот на сегодняшний момент Это, я думаю, годичные планы Это, конечно, диагностика, это широко используемый фьюжн-биопсия И опять же говорю о том, что это техническая сильная история Потому что там только нужна программа для того, чтобы нам начать эту процедуру Пока это вот 6 эксклюзивных пациентов, которые провели на фоне, на территории отделения ультразвуковой диагностики Ну и в плане лечения лекарственной терапии Я, безусловно, очень люблю лекарственную терапию рака предстательной железы И я как бы за нее всегда радею И в данном случае для себя я вижу, это, конечно, расширение возможности лечения При метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы Это представлены те триплеты, дарлутамид, дотстоксил плюс аналоги ЛГРГ Либо последовательная терапия, когда мы дотстоксил плюс назначение сразу антиандрогена второго поколения Более широко, то есть мы сейчас взяли геничных пациентов, но с висцеральными объемами При больших мы все-таки пытаемся это ввести И сочетание этой схемы, я думаю, что одна из самых перспективных Ну и, конечно, метастатический кострат, резистентный рак предстательной железы Это одна из схем ингибиторов, парп-ингибиторов плюс антиандрогены второго поколения Учитывая того, что мы часть передали в общую лечебную сеть, мы просто ждем чистотехническую историю И я думаю, что в ближайшее время мы можем использовать эту опцию лечения пациентов с кострат, резистентным раком предстательной железы Спасибо 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 Спасибо